Уже через несколько месяцев в России будет запрещено курить в общественных местах. Начнет действовать так называемый антитабачный закон. Его полное название – Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Наш корреспондент Татьяна Красикова внимательно изучила документ и сделала выводы. Курить на территории вокзала горожанам осталось недолго, всего три месяца. Уже очень скоро, чтобы удовлетворить табачную жажду, придется искать специально предназначенное для курения место. А то и вовсе отказаться от сигареты. Впрочем, курить запретят не только на вокзале. Список мест, на которые наложат табу, довольно внушительный. Однако ограничения, дабы не слишком шокировать курильщиков, будут вводить поэтапно. В первую очередь, чтобы затянуться сигаретой, придется отойти от общественных учреждений не менее чем на 15 метров. Запрет распространяется и на рабочие зоны, и подъезды жилых домов. Другая часть ограничений вступит в силу с января 2014 года. Она коснется гостиниц, поездов, самолетов, перронов, больниц и санаториев. Нигде из перечисленных мест курить будет нельзя. В целом, меры по ограничению курения табака будут вводиться поэтапно до 2016 года. По замыслу законодателей, чем меньше у человека возможностей достать сигарету, тем быстрее он вовсе откажется от курения. Число курильщиков, конечно же, уменьшится. Люди лишний раз не захотят выходить на улицы города, чтобы покурить. Подрастающее поколение будет меньше видеть на улицах потребление табака. Следовательно, эта привычка к ним не перейдет. И будем надеяться, что подрастающее поколение будет здоровым. Результат работы данного закона мы сможем отследить примерно через год-два. Впрочем, говорить о том, что мест для курения больше не будет, неверно. Работодатели смогут оборудовать для курящих сотрудников специальные комнаты. Однако далеко не каждый потребитель табака готов бросить курить. Об этом говорят социсследования. Наталья Струкова курит больше двух десятков лет. К новым мерам относятся скептически. Если вводить правила, я так думаю, что не обязательно должны какие-то места делать для курения. Просто, ну как, человек должен курить там, где он хочет. Потому что очень много людей, населения курящих. И просто я считаю, это нереально. Однако послаблений, говорят законодатели, не будет. Ограничения коснутся и предприятий общепита. Традиционное деление на зоны в кафе и ресторанах исчезнет. Эта мера вступит в силу только через три года. Нанесет ли она серьезный удар по бюджету заведений, сказать пока трудно. Владельцы кафе и ресторанов надеются, что к этому времени число курильщиков значительно уменьшится. Закон ограничивает не только места курения, но и рекламу табака. Табу наложили и на маркетинговые ходы, вроде скидок, акций или спонсорства. Под запрет попадет продажа табачной продукции через автоматы на ярмарках и выставках. Купить сигареты можно будет только в магазинах и павильонах. К тому же в целях сокращения спроса акцизы на табачную продукцию будут увеличены. А минимальные розничные цены составят 75% от максимальных. Однако пачек сигарет на витринах и прилавках россияне не увидят. Вместо этого в магазине покупателю предложат приз курант. Демонстрация в СМИ процесса курения возможна только если речь идет о пагубном влиянии табака, решили в Госдуме. Причем предварять ее обязательно должна социальная реклама. В кино сигаретный дым можно будет увидеть в случае, если он задуман как часть художественного замысла. Суть таких ограничений в том, чтобы курение перестало восприниматься как часть нормального образа жизни. Ребенок хочет казаться взрослым. Как он может показаться взрослым? Он видит, как взрослые курят. Они общаются, это круто, это красиво, это модно. И подражая таким образом, он попадает в зависимость. Поэтому, да, запрет на курение в общественных местах решит проблему частично. То есть уже молодое поколение не будет попадать в зависимость. Но сами курильщики все равно где-то должны будут курить. Антитабачный закон – результат принятой России еще пять лет назад рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения. Подписав это международное соглашение, наша страна присоединилась к мировому движению в борьбе против смертности из-за последствий курения. Кстати, российский антитабачный закон еще не самый суровый. Наиболее жесткие правила действуют в Австралии. Они предусматривают ограничения в производстве и распространении табачной продукции. Уже в начале апреля планируется внести поправки в законодательство, которые позволят наказывать за несоблюдение антитабачного закона. Недобросовестным курильщикам придется заплатить полторы тысячи рублей, а юридическим лицам штраф обойдется почти в 90 тысяч. В Белгороде и Белгородском районе, по данным статистики, среди различных категорий граждан курят до 76% населения. Ежегодно в области реализуют больше 14 миллионов пачек сигарет. Их общая стоимость свыше 300 миллионов рублей. Если реализация антитабачного закона пойдет без заминок, цифры сократятся в разы. Поскольку среди мест для курения останется только улица, личный автотранспорт и собственная квартира. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.